Всем привет! Вы на канале Ольги Швец. Это ставшее традиционным видео из серии, какую косметику нужно купить маленькой девочке, которой очень нравится тема макияжа. У нас такая девочка есть. Зовут ее Маша. И мама Машина решила сделать ей сюрприз. Сейчас немного сюрприз затянулся, но вы здесь видите то, что подойдет маленькому ребенку, которому периодически нужно выступать. Набор небольшой. Вот этот кейс из фикс прайса. Большинство кисточек в данном случае эссенс для пудры и для растушевки подходит. Значит, карандашик эссенс такой более серый, карандашик арт-визаж, вот такая очень белая красивая пудра, тени арт-визаж и румяна арт-визаж. Цветопередача не совсем верная. Мицеллярная вода, она отличная. Нюдовые тени, они здесь есть и с шиммером, и матовые. Вот такая огромная кисть для нанесения тона от UBU. Моя любимая кисточка от M-Art под номером 6. Я ее вообще обожаю и считаю мастхелом. Сейчас я вам покажу точно, как она выглядит. Такая, ну как язычок такой. Вот. База под тени Colorfix. BB тушь отличная, совершенно коричневая. И вот такой блеск для губ. Значит, идут еще вот это профнабор для маникюра, но его можно также использовать для макияжа. Вот такие мягкие натуральные кисточки. Совсем-совсем дешевый набор. И вот такая прямая кисточка. Вот. Если это было для вас интересным и полезным, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. И совсем чуть не забыла. арт-визаж консилер и подводка для глаз. Если вас правда интересует вопрос, почему нужна подводка и в какой форме она лучше. Лучше она, конечно, в форме фломастера, как вот эта. Это, по-моему, или Essence, или Catrice. Essence, 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 это точно Essence. Я вот вижу, что просвечивает название. Вот. Ну, в общем, как бы вот примерно так. Это небольшой набор, здесь есть все самое необходимое. Я хочу показать вам вот такую оттеночную штучку, правильно она называется, оттеночный бальзам для волос, 507-ой оттенок. Я приобрела это все в больших количествах осенью в находке. И в течение года я пользую потихонечку, иногда, может быть, когда мою голову, но не постоянно, а примерно раз в месяц. Могу ли я рекомендовать это? Да, могу, потому что у меня вообще нет проблем с сединой. Если она есть, то совсем-совсем какая-то незначительная. Поэтому берите с меня пример, пейте много витаминов и поехали дальше. Вот такой лифтинг гель 100 рецептов красоты. Могу ли рекомендовать? Да, могу. Я приобретаю постоянно, обнаружила вообще летом я этот косметический продукт. Он мне очень нравится, он бюджетный, его можно носить с собой. Он пойдет и на лицо, и на зону декольте, и на руки. В общем, хорошая бюджетная штучка. Что получается замечательно у натуры Сибирики, так это продукты для ног. Это мое глубокое убеждение, и их несколько, и выглядят они вот так. И я бы рекомендовала вам попробовать эти продукты, потому что их не такая уж большая линейка, а именно их всего несколько позиций, я рекомендую обратить внимание, вот здесь, смотрите, как бы появляются пузырьки, да. Это говорит о том, что в продукте немного консервантов, то есть их совсем чуть-чуть. И когда его покупаешь, его надо сразу быстро расходовать, тогда все будет в порядке. Что касается небольшой части коллекции моих матовых помад, она пополнилась на два оттенка комплименте. Это 0,3 оттеночек, вот он. Ну, чуть ярче, наверное, в жизни выглядит, чем вы его видите. И 0,6 тоже комплименте. Что бы я могла сказать про эти помады, из плюсов, разумеется. Что бы я могла сказать про эти помады, из плюсов, разумеется, цвета. Цвета отличные. Из минусов, если сравнивать, допустим, с MAC и с ELAMI, вот это матовые помады, конечно, MAC лучше. Лучше во много раз, он более плотный, более пигментированный, но, к сожалению, у MAC, да, представляете, какая стоимость. А вот комплименте, она стоит 165 рублей, соответственно, я уверена более чем, что состав намного проще. И сушит губы, что с моими губами случается вообще крайне редко, что какая-то помада на них действует негативно. В данном случае комплименте мне не подходит. Я, ну, пока ношу, потому что нравятся оттенки, но, скорее всего, я очень быстро от них избавлюсь. Что касается MAC, наверное, эти три оттенка я оставляю, пока попользуюсь. Вот этот точно я убираю, он слишком темный для меня. В целом, это одна из любимых моих фуксиевых помад, и я очень ее люблю. Вот, а это блески из фикс прайса, красный и такой холодно-розовый. Я наношу их как на губы, так и на щеки. Ну, когда нет настроения быть такой очень-очень-очень намалеванной. Идеальная помада для лета. Она вся разная. Она разной стойкости, она разного направления. То есть есть просто та, которая увлажняет губы, есть та, которая проявляется. Есть конкретный тинт, который вы просто наносите, и вообще весь день можете не заморачиваться, нанося сверху только блеск, потому что цвет вцепится, мертвой хваткой, и будет с вами весь день развить не здорово. Я рекомендую для лета этот Balm Stain от Wet n Wild. У меня в четырех оттенках. Если интересно, то это оттенки Е-128. Вот этот красный Е-1601. Средний такой, ближе к нюдовому розовый Е-1611. И самый яркий, самый любимый, это Е-127. Надеюсь, это было вам полезно. Продолжаем смотреть. Эту помаду я заказала на Байн Коинсе. Вот так выглядит, видимо, ее название. Или, может быть, вот так правильно. Я не в восторге. Все, что хорошего в ней, это ее цвет. Можно рисовать стрелку, можно рисовать губы, но это больше для фотосессий, поэтому это кочует в мой кейс. Это то, что происходит с гелевой маской. Она вот такими пузырьками вся идет и высыхает. Это уже просто нужно выбросить. Вот. Катрис по-прежнему лежат без дела. В оттенке 580. Не знаю, ни туда, ни сюда. Здесь откололась крышечка, к сожалению. И я больше не могу это держать в кейсе. Посмотрите мое видео про фэншу визажиста. Тоже долго пытаюсь найти применение. Из-за цвета не поднимается, выбросить рука. Пусть еще пока полежит. Вот такие карандашики. Мел. Не знаю, что это. В общем, очень пигментированная для того, чтобы рисовать гримы. Мне, наверное, это не подходит. Да, розовый, красный, синий и черный. И вот такой остаток очень-очень классного карандаша. Это уже все. И я созрела для того, чтобы нейкед 2 свою палеточку. Вот это вот. Вот такие тут везде ели на шерсти. Это какой-то ад вообще просто. Ад визажиста Далматин. Я, наверное, ее кому-нибудь передарю, потому что я нашла парочку очень классных взамен. И у меня предусматривается в ближайшее время зачистка грандиозной моей косметички. И я скоро перейду к видео. Моя идеальная косметичка, которую, кстати, запрашивали мои подписчики. И самые запрашиваемые темы. Это моя идеальная косметичка. И что не нужно брать в фикс-прайсе. И я немножко приболела весна. Поэтому, девочки и мальчики, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Давайте дружить и общаться. Это Ольга Швец. Всем всего хорошего. Пока я могу сделать более подробный обзор на эти продукты. Но свочить я не буду, потому что это не мое. Ну и, конечно, вот тенюшки классные. Вообще классные. 1, 2, 3, 4 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok